Александр Домогаров принимает поздравления. Народному артисту России исполнилось 60. За без малого 4 десятилетия в театре и кино больше сотни работ. В свой день рождения он отметил премьерой на сцене Театра Российской Армии «Лермонтовский маскарад». У Домогарова главная роль. Петр Дерягин посмотрел. Странные фигуры в масках и пышных платьях. Они облащаются в костюмы, чтобы скрыть себя реальных или наоборот обнажить самая сокровенная маскарад Лермонтова на сцене Театра Российской Армии. Спектакль, в котором фантасмагория смешивается с глубокой психологической трагедией. Пьесу в 19 веке не пропускала цензура. Говорили, уж больно резкие страсти кипят. Но для Лермонтова это был разговор с современным обществом о его пороках. Поэтому так важно было поставить маскарад на сцене. Улыбка злобная, глаза стеклянность точно. Сминутный человек. А с чертом не похож. Мир этого маскарада мало похож на бал 19 века. Скорее странное хрустальное зазеркалье, в котором обнажаются сами души людей. Александр Домогаров, исполняющий главную роль Арбенина, говорит текст пьесы, вот уже почти 200 лет не теряет своей актуальности. Поэтому, создав для героев новое пространство, менять слова персонажей не нужно. Это язык чистых чувств. Везде я видел зло, и гордый перед ним нигде не преклонился. Все, что осталось в мире жизни, это ты. Арбенин говорит, ревновать смешно. И вдруг мелочь, сердце, больно, больно, как человек, он не может простить, потому что он слишком опытен, он слишком много прожил. Как его могли? На кого? На это? Как? Для Александра Домогарова «Маскарад» — особенный спектакль. Поэтому и решено было провести премьеру в день 60-летия. Актера Домогаров играл в «Маскараде» еще в начале своей карьеры в постановке Леонида Хейфица, тогда роль молодого князя Звездича. 30 лет назад Леонид Хейфица выпускал спектакль и репетировал мной обожаемый Олег Ланс Борис. Я его видел, я репетировал Звездич, у меня язык немел. Я был прибит к полу, у меня руки-ноги не двигались, я был картонный совершенно. Я из Звездича перерос на другую роль возрастную, кольцо. День рождения на сцене для Домогарова уже традиция. Говорит, получается такой заряд эмоций, которым обязательно нужно делиться со зрителем. И «Маскарад» — тот спектакль, который позволяет проследить изменения внутри самого себя. Для зрителей же Александр Домогаров всегда разный. Театр, кино, сериалы, отпокорившие сердца роли Горина в гардемаринах до мрачноватого следователя Турецкого. Или ролей в фильмах и спектаклях Андрея Кончаловского. Я дал слово, что я буду работать каждый раз в день рождения. У меня нервы сегодня с 8 утра не к черту. Я к телефону не подхожу, я вижу, какие звонки идут. Я поговорил, может быть, с тремя людьми, очень для меня важными. С сыном, с братом позвонил Александр Яковлевич Розенбаум. Нет, не могу, не могу, не могу. Все, все там, все сейчас, вот сейчас все уходит туда. Эта постановка стала одной из самых масштабных для театра российской армии. Самая большая сцена в Европе задействована практически максимально. Максимально свет, декорации, механизмы и в самом окружении еще один смысловой слой. Лермонтовские герои мечутся в жизни, как в лабиринте его-то, и напоминает вся сцена. Образ спектакля вырисовывался, как какое-то пространство заблуждений, ошибок, пороков. Тонкий лабиринт из пространств. Но, но... Конечно, души, души мечут. Это и души, это и мысли. И в какой-то момент там есть пульсирующая кровь, там есть красная картинка, когда Арбенин начинает ревновать. И вот эта вот идет накачка красной крови. Есть в православии такая икона, лабиринт духовный. И в центре этого лабиринта помещена как бы человеческая жизнь. И все практически пути ведут вниз. И только всего один ведет наверх, понимаете? По словам режиссера Нины Чусовой, в финале зрителей ждет и своеобразный диалог с Лермонтовым. Есть ли спасение от дьявольской фальши, ревности и предательства? Можно ли развеять этот зазеркальный бал и, наконец, сорвать все маски? Петр Дерягин, Татьяна Бодрова, Наталья Маштакова, Александр Исаев, Дмитрий Скворцов, Игорь Агафонов. Первый канал.